У нас в студии сегодня Алексей Антонов, новый президент Торгово-промышленной палаты области. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Здравствуйте. Поздравляю вас с назначением. И среди ваших первоочередных задач, как вы заявляли, это новые предложения по законодательству. Вот, могли бы немного подробнее об этом рассказать? Да, конечно, я напоминаю, что Торгово-промышленная палата одна из немногих. Это Третья торгово-промышленная палата в системе ТПП Российской Федерации, которая имеет законодательную инициативу. И, конечно же, это является для нас инструментом именно в части создания благоприятной предпринимательской среды для защиты интересов предпринимателей. И та инициатива, которую я объявил еще на съезде, это категорирование гостиниц. На мой взгляд, это входит в ту концепцию, которую заявляют региональные власти. Это туристический бизнес, причем это входит в концепцию повышения качества представления услуг. Извините, а категорирование для зрителей, это что такое? Ну, все, наверное, привыкли, когда ездят в туристические поездки. То есть, они прекрасно понимают, если они выбрали трехзвездочную гостиницу, это одни условия, один сервис. Выбрали четырехзвездочную, это другие условия сервис. Причем опыт уже категорирования, он есть. Он есть в Самарской области, работает в Пензенской области на эту тему. И я считаю, на мой взгляд, это действительно будет неким таким толчком для того, чтобы туристы к нам приезжали больше и чаще. А еще есть какие-то законодательные инициативы? У нас законодательные инициативы, которые уже были, допустим, если говорить, то это связано с ремесленной палатой. Опять же, мы говорим о туристическом бизнесе, потому что это связано так или иначе. Конечно же, они разрабатываются. Конечно же, мы думаем, они, как правило, мы стараемся, чтобы они соответствовали времени. На данный момент нужно понимать, что даже выход с каким-то законом, с инициативой законодательной, то есть нужно представить проект закона, это огромная большая работа. И в эту работу подключается большое количество людей. Охватить невозможно все. Поэтому пока вот таким образом что-то дальше будет, конечно же, будем выходить и будем интересовать. Главное, чтобы нужно понимать, что все инициативы, которые будут от нас исходить, они все связаны с одним. Это защита интересов, бизнес-интересов, защита и с представлением, и возможности работать комфортно в Саратовской области любым предпринимателям, малым, среднему, крупному. Ну, у нас бизнес во многом зависит качество жизни бизнеса, можно сказать, в стороне от политики. Вот торговая промышленная палата, ну, наверное, возьмем Российской Федерации, она может реально влиять на нынешнюю политику России, чтобы бизнесу было удобнее. Однозначно она и влияет в той или иной мере. То есть мы, кстати, вот если говорить о том, что политика, о политике, то политика это, конечно, производство каких-то законов, как федеральных, так и региональных. И многие законы проходят оценку регулирующего воздействия именно через торгово-промышленную палату Российской Федерации. Надо понимать, что торгово-промышленная палата Российской Федерации это 181 палата по всей России, да. И они эти законы, эту оценку, скажем, сами проводят и в том числе отпускают к нам, так сказать, образно, на территориальную торгово-промышленную палату, где уже наши юристы, наш департамент, наши предприниматели оценивают влияние этого закона именно на предпринимательское сообщество. И, конечно же, дают такие советы или такие рекомендации, которые могут позволить серьезно, скажем, изменить закон в том или ином чтении. То есть так или иначе, но торгово-промышленная палата понимает, что без политики бизнеса не сделаешь. Но, повторяю, что мы отслеживаем эту ситуацию и обязательно, если это серьезно будет влиять на предпринимателей, то включаемся в работу. А на ваш взгляд, было очень много проблем, связанных, наверное, остается проблем, связанных с акционовым Платоном, в систему сбора денег, с дальнобойщиков. Вот как вы думаете, в случае с Платоном власть услышала бизнес? Я думаю, да. И если говорить, понимаете, Платон концептуально мало что изменилось. То есть, понятно, была позиция власти в этой ситуации. То есть, инфраструктуру страны нужно улучшать. И понятно, что дороги должны быть хорошие. И понятно, что без дорог экономика не может идти дальше. Она услышала в том контексте, что немножко снизила напряжение, накал в этой ситуации. То есть, вышел сразу же закон о снижении налоговой ставки с транспорта. Затем был какой-то период. То есть, сначала же не было периода сразу вступает сила. Потом был какой-то период, скажем, перехода на этот Платон. Но в чем, на мой взгляд, ошибка была власти, на мой взгляд, это то, что не сразу не довели до сведений, скажем, не проинформировали. А как-то все так сделали быстро, сразу, резко. И получается, что народ, предприниматель не понял, что это такое, не разобрался в этой ситуации. Наверное, вот в этом. В принципе, и многие говорят, что если какая-то инициатива есть, ее нужно, по крайней мере, предварительно обсудить с обществом, с предпринимателями, для того, чтобы люди понимали. А ведь, когда не знаешь, всегда боишься этого. И всегда получается вот такая реакция. Еще из недавних нововведений, так называемых профстандарты. Говорят, это, в общем-то, не особо обрадовало бизнес. Вот эти нововведения. На мой взгляд, насколько это вообще необходимо? Введение этих самых профстандартов. Понимаете, ситуация складывается таким образом, что мы в части обучения, в части приобретения, я говорю со стороны предпринимателя, в части приобретения специалистов, всегда начинаются проблемы на начальном этапе. То есть мы не можем взять сварщика, который уже действительно знает, что он должен делать. Я имею в виду с учебной скамьи. То есть он еще не готов, он еще не может то сделать, что ему нужно. Я говорю про рабочие профессии. Если говорить про инженеров, но даже вот если вспомнить меня, я закончил Саратовский политехнический институт. Поверьте мне, я вышел оттуда инженером-механиком, но в части работы как инженера я был не так силен. То есть мне нужна была практика, мне нужна была практика. То есть об этом государство задумывалось, потому что нужно сразу включаться, нужно, чтобы предприниматель понимал, кого он берет на работу. И вот этот центр оценки квалификации, она как-то снимает несколько вопросов в этом направлении. То есть она говорит, да, этот человек обучен, да, этот человек имеет азы, причем серьезный уровень определяет. Да, этот человек может работать в той или иной степени. Но еще, понимаете, еще система центра оценки квалификации, это же не просто определить квалификацию рабочего, студента, инженера, финансового работника или аудитора. Ведь это же работа отделов кадров и финансовой службы. Это категорирование позволяет стимулировать оклады. То есть первый разряд один, оклад второй разряд второй, оклад. То есть стимулировать повышение своей квалификации. И это будет заставлять рабочих, заставлять инженеров, заставлять аудиторов, чтобы они повышали свою квалификацию. Следующий момент центра оценки квалификации, если мы сейчас говорим о нем. Конечно же, мы все работаем, если мы работаем хорошо на одном месте 5-10 лет, да, и не получаем переобучение, а работаем как работали, то, на мой взгляд, через 5 лет уже без повышения квалификации, без переобучения, ты начинаешь уже немножко по-другому думать. То есть у тебя зашоренный взгляд, ты не можешь, скажем, не знаешь новые какие-то методы или способы, решения какие-то. Ведь это же тоже важно, на самом деле, это же толчок определенный для карьеры, для профессии, да просто для дела, для предпринимателей. Работодатель, наверное, должен быть тем самым и так и заботиться. Конечно. Это тоже в его интересах. Конечно. И мне кажется, это еще и тренд такой сейчас модный, ведь поймите, рабочая профессия сейчас, это же не только тот, кто берет лопату или тот, кто берет сварочный аппарат и варит, да. Ведь станки, да, все с числовым программным управлением, это уже практически полуинженерная работа. И посмотрите, как стало развиваться вот это движение рабочих профессий. Проводят конкурсы, проводят фестивали, определяют, кто лучше, командные соревнования. Это очень интересно, на самом деле, и я считаю, что это правильный путь, и мы, как торгово-промышленная палата, обязательно включимся в эту работу и обязательно будем заниматься. Важно, понимаете, в этой ситуации важно не прийти к тому моменту, чтобы галочку поставить. Вот он прошел в Центре оценки квалификации, там положено 10-12 часов пройти квалификацию. Вот он прошел, я галочку поставили, и все, нет. Нужно действительно серьезно к этому вопросу отнестись. То есть должны быть стандарты, и эти стандарты должны жестко соблюдаться. Сейчас их немного, думаю, дальше будет больше. Но уже создано порядка 22 национальных советов, которые по профессиям. Дальше их будет больше, и надеюсь, что в этом направлении будет, скажем, движение вперед. Вы говорили о рабочих специальностях. Есть всем где работать? Я так понимаю, рабочая специальность это сейчас, по большей части, промышленность, наверное, да? Да, конечно. Если в разрезе нашего региона, я не знаю, наблюдали вы или наблюдали, но если пройти мимо проходного завода серьезного, как правило, пишут, до сих пор остались еще эти бумажки, где написано, требуется следствия, требуется тока. Это первая история. Вторая история, посмотрите, локомотивный завод, да? То есть там очень серьезно требуются профессиональные сварщики. Ведь это в Энгисе, который построен уже локомотив. И там очень серьезно относятся к этой профессии, рабочей профессии. И набирают, и ищут именно профессиональных сварщиков. Это, по крайней мере, одна профессия, которая очень сильно востребована. Заложен камень «Волк Гидро» в городе Балакова. В 2017 году уже должна выпускаться первая продукция. Это замена, реконструкция гидротурбин по всей России. Там же тоже нужны рабочие профессии. И поверьте, то, что принято решение, что такие предприятия будут именно на нашей территории, я имею в виду в нашем регионе, это высокая оценка той квалификации, той образованности, инженерного состава, инженерных специальностей и рабочих специальностей, которые у нас есть. Значит, у нас не все так плохо. Ну, вообще, в сегодняшних условиях, насколько удобно развиваться бизнесу? Я в том плане, что мы здесь уже обсуждали это в инфрационном блоке, известны тактические ходы, опять же, в политике, да, которые сейчас проблемы решили, а потом, ну, не совсем известно, что будет. И вот когда такая нестабильность или непредсказуемость, это лучше назвать, у нас вообще вот люди, когда мы уже в таких политических условиях, они хотят делать свой бизнес, малый, средний, какой угодно. Насколько это вообще удобно? Или, может быть, это действительно удобно по какой-то причине? Ну, если верить статистике или верить тому, что говорят, количество предпринимателей растет. И сверху услуг, и сейчас растет, несмотря ни на что, все равно это происходит. Но говорить о нынешних условиях, когда есть экономический спад, наверное, можно говорить о том, что сейчас нужно рисковать. И тот, кто сейчас найдет ту нишу, а ведь любой, кто заходит, скажем, на это поприще, рискованное поприще, трудное, очень осмысленно это делает, он, конечно же, ожидает какие-то прибыли и, конечно же, понимает, что это риски. Ведь поймите, бизнес есть бизнес, да? Чем больше риск, тем больше доход. И если сейчас он начинает какой-то свой бизнес, он, конечно же, думает о том, что в будущем у него будет какая-то прибыль. Вопрос в другом. Созданы ли условия или не созданы условия? Дают ли кредиты, не дают ли кредиты? Будут ли проверки или не будут проверки? И это тоже учитывается. Я не думаю, что человек, который решил открыть свое дело, не задумывался на эту тему. Конечно же, задумывался. Но слава богу, что так происходит. Почему? Потому что, понимаете, малые и средние предприниматели, а мы сейчас поговорим о них, которые открываются, они являются уже доказанной мировой экономикой основой любой экономики. И если у нас сейчас достигает порядка 15-17% в регионе малого и среднего предпринимательства, то если мы говорим о том, чтобы достичь хотя бы 35% из объема выпускаемой продукции, сервиса, услуг, то это серьезный шаг. И для региона это будет серьезным, скажем, таким толчком. И, конечно же, региональным властям сейчас нужно задуматься о том, чтобы создать эти условия для того, чтобы достичь этих цифр. И если это будет, то мы все на себе прочувствуем, насколько это удобно, насколько комфортно жить будет в нашем городе и в нашем регионе. Насколько вы довольны взаимодействием ТПП и местной власти на данный момент? На данный момент, на данный момент два дня я являюсь президентом торговой промышленной палаты. Я хочу сказать, что я работал в рамке вице-президента, немножко другие цели были. И, конечно же, все, что происходило в торговой промышленной палате, я в Саратовской области, я так или иначе был в курсе и был осведомлен. Я могу сказать, что власть в любом случае обращается, если это надо, к торговой промышленной палате, а торговой промышленной палате, соответственно, в защитных интересах бизнеса обращается к власти. Ведь надо понимать, что торговая промышленная палата – это как экспертная площадка. Нужно это понимать. Мы не занимаемся, скажем так, лозунгами, мы не занимаемся каким-то таким пиар-компаниями. Мы – экспертная площадка, мы на себе отрабатываем что-то, мы делаем какие-то программы для бизнеса, мы смотрим и, скажем, от нас исходят некие рекомендации, которые, в принципе, не являются обязательными, но они обсуждаются в предпринимательском сообществе и общество в целом. И поэтому власть так или иначе, она будет к нам обращаться. И для нас это очень важно. Если у нас есть диалог, значит, те члены торговой промышленной палаты, а за ними это предприятие малый, средний, большой бизнес региона, а за ними эти люди, значит, есть возможность диалога, есть возможность работы и движения вперед. То есть вас слышат все-таки? Слышат, слышат. И я могу сказать, что, допустим, промышленная политика, которая была отвергнута в областной думе, мы очень долго бились по ней, очень долго разговаривали, было много предложений. И вот этот рабочий процесс, когда принимается, не принимается, ведь это же говорит о том, что если бы не было диалога, ну, приняли и приняли, кто там бы разбирался в этом, что за промышленная политика, а сейчас не приняли. Значит, нужно что-то доработать, нужно что-то сделать. А кто в этом виноват? А вот общество определило, предприниматели определили. Это важно, понимаете, это важно. Значит, действительно, был какой-то там недочет, какие-то недочеты, которые нужно исправлять. Но это рабочий процесс. Ведь любой документ, который исходит от власти, это же не панацея, это рабочий инструмент. Инструмент для того, чтобы достичь те или иные цели. А цели, ну, может быть, я идеалист, но я считаю, что для всех они благие. Сегодня правительство области рассматривали стратегию развития Саратовской области до 2030 года. Вы там присутствовали, все правильно? Да, совершенно верно. Какие главные, как принято у нас сегодня выражаться, точки роста выделяли, чтобы к 2030 году преуспеть? Вы знаете, вот в концепции экономического развития там очень много цифр, очень много позиций, которые, скажем, на первый взгляд, можно сказать, очень фантастические. Но, как правильно сказал сегодня Владимир Александрович Пожаров, когда он говорил, вы вспомните, когда у нас, что было 14 лет назад, да? Когда у нас зарплата была там средняя 2,5 тысячи, да? Рублей. Ну, или, по-моему, ну, или 4, пусть даже, да. Ну, понятно, маленькие. Да, то есть, и вспомните даже, ну, просто гаджеты, да? 14 лет, с какими мы телефонными сотами ходили, с какими мы сейчас ходили. Но телефоны не у нас все-таки делают. А вот здесь правильное, кстати, замечание, что вы сказали, что телефоны не у нас. На мой взгляд, вот на мой взгляд, и я сегодня отметил в своем выступлении, очень хороший анализ, аналитический анализ произвели вот именно той ситуации, в которой сейчас находится наш регион. И это являлось отправной точкой. И что самое важное, на тоже, опять же, на мой взгляд, это то, что обратились на интеллектуальный человеческий фактор. То есть, имеется в виду, что ведь впереди то, что мы сейчас имеем, это поддержка предприятий, поддержка промышленности, поддержка, скажем, тех, того бизнеса, который что-то производит уже, да, и его надо поддержать, там, помочь, там, получить ставки. А там, в концепции, есть такие моменты, очень важные, это задумываться о будущем. Что я имею в виду? Молодой бизнес, новые методы управления предприятиями, новые бизнес-программы, которые нужны. То есть, впереди же, реально, впереди надо понимать, что это впереди время джобсов. То есть, впереди нужно говорить о том, что управлять нужно немножко по-другому и другими предприятиями, которые более инновационные, более современные, которые не обязательно там строить огромные площадки, да. Вот, смотрите, если, допустим, рассматривать наш сталелитейный завод, который Балакова, ведь если посмотреть, сколько места занимает этот завод, и сравнить, какие заводы строились аналогичного характера во времена Советского Союза, они занимали площадь и энергоемкость в разы больше. То есть, нужно думать о том, что нужно впереди, что может дать большую прибыль с конечного продукта. А это, как вы говорите, телефоны другие были, это новые формы управления. Ведь никто же не говорит, что формы управления сейчас, которые есть, предприятиями, они могут быть вечными. Нет. Ведь на самом деле можно бизнес сделать, находясь в квартире, зная и найти ту среду или то применение свое. И применяя все передовые технологии, все возможности интернета, вай-фая, ведь все это возможно. И об этом надо думать. И это в концепции, как ни странно, заложено. И это меня очень сильно обрадовало, потому что надо поддерживать, поддерживать выпускников. Мы можем гордиться нашими студентами, которые занимают первые места по компьютерам, по программам, производству программ. Куда они деваются? Не надо, чтобы они уезжали от нас. Пусть они остаются у нас. Пусть создадим мы для них условия, возможность для того, чтобы они могли производить какие-то новые продукты, передовые, которые нет аналогов. Вот к чему нас стремится. И программа об этом так или иначе говорит. И это очень важно, на мой взгляд. По поводу всего нового, я задумался об образовании. Наверное, что с образованием надо сделать-то. То есть инновационным оно тоже должно быть. Конечно. Смотрите. Меняйте форум управления. Смотрите, по поводу образования, которое сейчас есть. Ведь все наши университеты, институты, они же дают начальную базу. И затем уже в процессе обучения молодые люди начинают уже думать о том, что нужно, скажем, повысить свою квалификацию или, допустим, расширить свою область знания. Торгово-промышленная палата, хотел бы сказать, что в этом плане очень хорошо работает как с техническим университетом, так и с классическим университетом. У нас есть разные кафедры. Допустим, в классическом университете есть кафедра психологии бизнеса, где существуют программы, новые разработанные программы, в том числе, кстати, одна программа наша, российская, для того, чтобы повышать потенциал молодого человека, не бояться работать самостоятельно, не бояться рисковать. Вот эти вот дополнительные образования, скажем, дополнительные какие-то кафедры, которые создаются в университете, они позволят для молодых людей более адаптироваться к нынешним экономическим условиям. И, конечно же, программы. Программы нужно придумать. Программы должны быть обучающие, очень серьезные. У нас образование, которое было еще в стародавние времена, оно не хуже, но его надо улучшать. Его надо улучшать, надо придумывать что-то. И над этим, я знаю, очень многие работают, пытаются продвинуть, сертифицировать. И я думаю, что в этом направлении будет дальше продвигаться и наши университеты, и наши учебные заведения. Хорошо, мы все задумывались о движении вперед, о 30-м годе. Ну вот, насколько все-таки эта стратегия до 30-го года реально выполнима будет? Потому что, ну, будем честны, наверняка большинство людей, которые сейчас ее разрабатывали, задумали, уже в 30-м году, скорее всего, за нее отвечать не будут. Согласен. И дороги, которые построят через 5 лет, которые должны 5 лет находиться, может, вообще это предприятие не будет. Но, согласен, момент такой, что некая ответственность... Ну, понимаете, людей, может, этих не будет, но пропишут именно те органы, которые должны контролировать. Их с них будут спрашивать. Я согласен и с тем, что, возможно, это третья стратегия, да, на нашу память. Их было несколько. И одна потом другую заменяет, потом еще третья заменяет. Ну, что ж, жизнь идет вперед, требования могут быть разные. Ведь, на самом деле, вот эта вот стратегия экономического развития, я повторюсь, это не панацея. Это некий инструмент, который сейчас будет заполняться другими стратегиями муниципальных организаций, которые муниципалитеты и районы будут предоставлять, и свои стратегии, которые будут объединяться. Будет какая-то программа шагов. Наверное, я скажу так, остальное будет уже зависеть от нас. Вот реально от нас, имеется в виду всех нас жителей, все, кто участвует в процессе создания программы или потом контролирования программы. Посмотрим, будет видно. Недавно ТПП исполнилось 30 лет, да? Все правильно. В какой период, на ваш взгляд, к вам кажется, у палаты была, ну, наверное, наибольшая эффективность работы? Когда, может быть, она была востребована наиболее? Вы знаете, я 24 года в палате работаю. За этот период есть взлеты, есть падения. Тяжело определить, в какой момент палата больше была нужна, в какой-то момент палата меньше нужна. Но можно договориться так, что она всегда нужна. Она всегда нужна. Вот даже если есть, извините, перебью, опору России, есть разнообразные организации, которые говорят, что они защищают бизнесменов. Все равно ТПП нужна. Экспертная площадка. Ага, да, и как экспертная площадка? ТПП – экспертная площадка. Ведь если сейчас говорить о торгово-промышленной палате, мы, наверное, единственные, кто являемся экономическими операторами. Если вы не знаете, я вас немножко могу просветить. Мы единственные, кто выдаем сертификаты страны происхождения при экспорте продукции. Этот документ позволяет получать преференции в той стране, куда отводят наш товар. То есть это уменьшается себестоимость. А что такое преференция? Снижение налогов. Может даже уменьшение НДС. То есть мы являемся единственными, кто этими вещами занимается. То есть у нас огромное экспертное сообщество по товарам, по услугам. У нас у многих палат есть свои испытательные центры. И опять же, департаменты правовые, так называемые, во многих палатах существуют. И везде они, может, так существуют. Они просто называются департаменты, отделы. То есть юристы, которые ежедневно работают с предпринимателями. И этот опыт, он неоценим. Он очень востребован. И когда люди к нам обращаются, они понимают, куда они обращаются. Они понимают, что здесь дадут квалификационный ответ, четкую оценку. И подскажут, что делать дальше. Вот, наверное, в чем отличие от других общественных движений. То есть все-таки я хочу акцентировать на это внимание, что торговая промышленная палата – это экспертная площадка. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. У нас в студии был Алексей Антонов, новый президент торгово-промышленной палаты Саратовской области. Далее смотрите в гостях у сказки с Романом Арбитманом. Редактор субтитров А.Семкин